Во-первых, было приятно оказаться на Камчатке, во-вторых, было приятно, что уже началась деловая и образовательная программа и было интересно послушать опыт зеленых технологий, проектов такой большой государственной корпорации, как Атомнергосбыт, который уходит в Евросатом. Интересно было послушать Оксану, какие у них есть практики, проекты, что они делают, внедряют, как это у них работает. И, конечно, важный был посыл, что все можно начинать с нуля и просто собрать компанию друзей, знакомых, родственников, взять обычные мешки мусора, гвозди и пойти что-то делать с ними руками, как-то сохранять природу. Мне очень понравились приглашенные спикеры, они очень живые, очень на повестке дня и на разную аудиторию. Здесь все-таки представлены от 18 до 35, и на каждый возраст нужно угодить, у каждого свой опыт. Поэтому я считаю, что и нетворкинг сейчас у нас был, мы знакомились все, неважно кто ты, откуда, какой возраст, какое у тебя направление, мы общались просто, и это очень важно. Если мы следим за своими привычками, то и с экологией будет с каждым днем все лучше. И я как преподаватель хочу сказать, что невозможно кого-то чему-то научить, не делая то же самое самостоятельно. Только личным примером мы можем подать какую-то экологическую привычку пустить в жизнь.